Вопрос такой. Алчущие правды – это кто? О какой правде идет речь в заповеди блаженалчущие правды, ибо они насытятся? Известная строчка из Нагорной проповеди, которую мы слышим каждый раз на Воскресной Литургии, когда поются заповеди блаженства. Это очень, на самом деле, непростой вопрос. Вопрос очень трудно на него ответить, однозначно, односложно. Вот, это то, а это это. А сложность, в первую очередь, в том, что само слово «правда», оно в нами понимается совсем иначе. У нас другой семантический ряд в отношении к тем словам, которые встречаются в Священном Писании. Это одна из важнейших, не единственная, но одна из важнейших проблем – восприятие Священного Писания вообще. И очень, то есть, скажем, вот вы, наверное, встречались с такой ситуацией, когда люди начинают о чем-то разговаривать, им надо договориться о словах. То есть, что они подразумевают под тем или иным словом. Обычно мы, когда говорим о каких-то политических, экономических, бытовых, религиозных проблемах, мы находимся в одной горизонте понимания, в одном горизонте понимания, мы употребляем одни и те же слова. Но если нам встречается человек иной культуры, скажем, мы говорим с человеком, который провел в протестанстве 25 лет, или говорим с человеком, который приехал из-за границы к нам. И мы понимаем, что вот те слова, которые для меня, скажем, понятны, очевиден их смысл, ему нужно эти слова объяснить, что я подразумеваю под тем или иным словом. Вот так же и со словами Библии. То есть, то, что вкладывали, тот смысл, который вкладывали в эти слова авторы, скажем, Нового Завета, Евангелия в данном случае, и тот смысл, который сейчас имеем мы у этих слов, это на самом деле между ними может быть очень большое семантическое различие. Вот, есть случаи, когда это даже противоположные значения. Вот, поэтому весь вопрос именно в понимании слов. В данном случае, вот что, какие слова, имеет в виду в данном случае Новый Завет. есть правда человеческая, правда, которая, ну скажем, мы о ней говорим, когда употребляем слово справедливость. Это понятно, что справедливость корень слова правда. Вот, под справедливостью, ну вот мы примерно понимаем что-то, общее у нас понимание того, что было справедливость. Но эта справедливость касается только аспекта человеческих отношений, причем отношений, скажем, подчеркну, социально-человеческих отношений, общественно-человеческих отношений. Все общественно-человеческие отношения, неважно, все отношения человека в обществе, они все должны покоиться, базироваться, основываться на справедливости. Это непоколебимый фундамент человеческих отношений. Этой справедливостью эти отношения не исчерпываются, они могут выходить за границы справедливости, когда речь идет о любви. То есть о любви личной, о любви в семье, о любви детей и родителей, об отношении друзей, об отношении супругов, влюбленных. Они могут быть над справедливостью, но никогда не могут быть под справедливостью. То есть они никогда не могут быть ниже справедливости. Ниже справедливости человеческие отношения заканчиваются, они становятся ненормальными. Именно попрание, разрушение основания справедливости, оно и приводит к тому безобразию в личных отношениях, которые существуют сейчас во всех уголках человеческого бытия, во всех закоулках человеческих, переулках и тупиках человеческого бытия. Именно попрание справедливости, оно приводит к тому, что манипуляция становится все более и более распространенным способом взаимодействия, почему-то облекая это свое взаимодействие в одежде любви, чем она никогда не была и быть не может. И отличить их формально как-то вот они не отличаются, отличаются именно тем, что отношения любви, они основаны, всегда покоятся, основываются на справедливости. Вот хотя и превосходят ее, и преодолевают ее, но это всегда личное преодоление, личное возвышение, никогда ни попрание, ни разрушение справедливости. А манипулятивная, обрежаясь в одежде любви, она как раз разрушает справедливые отношения, она попирает правду человеческую. Но вот это только правда человеческая, а есть правда Божья, которая совсем иное дело. Потому что, например, с точки зрения справедливости, ну скажем, начальник или власть, допустим, власть, которая попирает основные законы справедливости, она, ну несправедливая власть, она вызывает естественно, и это правильно, и это разумно, и это по-человечески, она вызывает возмущение человека именно своей несправедливостью. Когда власть, ну скажем, там, унижает бедного, призванного его защищать, когда она покрывает жестокость, покрывает, там, скажем, какое-то воровство, когда она там, людей бедных становится все больше, людей там, очень богатых становится тоже все больше. И вот это вот там, или какая-нибудь там заключение невинных, издевательство над слабыми, все это в любой власти в той или иной степени может присутствовать. Иногда появляются какие-то тиранические режимы, в которых это приобретает просто, ну какой-то чрезмерный аспект. Это, да, это несправедливо, а любая несправедливость, она естественно возмущает человека, и это нормальная реакция человека. Но правда Божья состоит в том, что мы должны принимать эту власть, подчиняться ей, а значит подавлять свое естественное чувство возмущения и несправедливости. Видите, правда Божья и правда человеческая не совпадают. Причем и та, и другая есть производные божественного закона. Но мы так не мыслим, у нас нет такого разделения. У нас есть только наша человеческая правда, а о божественной мы ничего слышать не хотим. Но правда Божья очень часто говорит о том, что разрушает представление и основание правды человеческой. Скажем, не только вот отношение к власти. Ну, например, Христос говорит, кто любит отца своего или матерь свою больше, чем меня, меня не достоин. То есть, если мы любим родителей своих больше, чем Христа, больше, чем Бога, то мы недостойны Бога. Мы поступаем не по Божьей правде. Вот. И много других вещей очень, скажем, есть закон, какой-то блок закона Божьего, который как бы устанавливает, вводит в разряд божественных законов представление о справедливости и правду человеческую. Мы, уже делал я передачи на экзегете, как раз по книге второзакония, где, скажем, простые вещи, там, не обижай инвалида, вот, не делай притыканий слепому, в том числе и чти отца и мать твою, и много-много чего другого. То есть, по сути дела, читая второзаконие, мы легко найдем там общечеловеческую правду, основание человеческой справедливости именно. Потому что, на самом деле, скажем, внимание к инвалиду или слепому это не милосердие, это справедливость. Вот. И мы просто часто тоже об этом путаем, забываем. Но есть правда Божья, другая часть закона Божьего, которая говорит иначе, смотрит на представление человеческой справедливости. Но я уж не говорю о всем известных и самых в этом смысле ненормальных словах Христа о том, что надо любить врагов, потому что справедливость требует того, чтобы мы их ненавидели. И много что другого, правда Божья не совпадает с правдой человеческой. Но если мы будем смотреть дальше, если мы пойдем глубже, вот мы увидим, что, мы увидим, что все гораздо более серьезно, потому что, ну, например, сама суть искупления или веры как некого инструмента основного рычага, позволяющему искуплению совершиться. Вот, скажем, апостол Павел в послании к кремлинам в 4 главе пишет о том, что вера есть такое действие человека, при котором он убежден, что Бог, веруя в Бога, он убежден, что грехи ему прощаются. То есть он верит, и они прощаются. Что он оправдывает его. Это сама суть искупления. Не случайно, скажем, в пророческих книгах, и апостол Павел подхватывает мысль, Христос называется оправданием наш. Ну, например, вот, книга пророка Иеремии. В те дни Иуда будет спасен, Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь оправдание наш. И вот это вот действие Иисуса, Мессии, Спасителя, который оправдывает нечестивого человека, который прощает беззаконие, беззаконнику, грехи грешнику, это и есть сама суть искупления, но это же несправедливо. И часто, скажем, любой человек церкви с этим встречается, когда ему, ну, вот, такой вот, скажем, благочестивый прихожанин, благочестивый христианин вдруг встречается лицом к лицу с ситуацией, когда человеку грешному, там, блудницы, вору, убийце, только от того, что он пришел в храм, ему все прощается, его возмущение, за что, как это так? То есть он жил, как хотел, он делал, что хотел, он совершил немало зла, просто пришел, сказал, прости ему, все прощено. Ну да, но это же несправедливо. Ну да, несправедливо. В том-то и дело. Но правда Божья явилась в том, что человека, скажем, человека-беззаконник, человека-сволочь, человека-негодяя, человека, совершающего любой смертный грех, Бог оправдывает. Вот. И мы встаем, мы, как это так, человеческая правда, человеческая справедливость, возмущена тем, что происходит. Есть одно но. Человека-согрешающего, какими бы омерзительными, гнусными и страшными грехами он не согрешил, Бог оправдывает не просто так, потому что, ну вот, ему так захотелось, хотя многие так и понимают, а только потому, что он поверил во Христа. Он поверил во Христа и получил оправдание. Поэтому Христос и есть оправдание наше. Мы оправдываемся нашей верой во Христа, не нашими добрыми делами, не нашим покаянием, не нашим изменением. Мы оправдываемся верой во Христа. Мы поверили, и Он нас оправдал. Это правда Божия и есть. Христос есть правда. И он нас оправдывает тогда, когда мы в это верим. Когда мы верим в то, что Христос был послан для того, чтобы распяться на кресте и загладить распятием на кресте все рукописания всех наших грехов. Надо поверить и все. Да, там дальше еще что-то следует, потому что в ответ на веру во Христа и знаком твоей оправданности является дар Святого Духа. Дар жизни Бога внутри тебя и вот этому духу, этой жизни ты должен теперь следовать, ты должен ей соответствовать. Дух влечет тебя жить иной жизнью и иные дела творить и иные цели перед собой ставить. Как говорит об этом апостол Павел, Бог сотворил нас во Христе на добрые дела, которые предназначил нам выполнять. Но это сейчас другое, мы не будем о всем богословии искупления говорить, вот только этот момент. То есть получается, что правда Божья явилась в том, что Бог оправдывает грешников, верующих во Христа. Это и есть правда. То есть можно сказать, что Бог оправдывает нас даром. То есть некоторые так и думают. Бог просто нам все простил. Это и так, и не так. Нет. Он простил нам, если мы поверили во Христа. Вера во Христа является условием прощения. Ты пришел ко Христу, ты склонил перед распятым Богом свои колени, и ты получаешь оправдание. Ты прошел мимо Христа, ты наплевал на его распятие, тебе неинтересно, что он там висит, и ты никакого оправдания не получишь. Потому что ты не пришел в то место, где это оправдание изливается. Но сама правда Божья, она заключается, то есть он требует от нас своеобразной справедливости. Я прощаю тебе все, если ты оценишь мой дар. Я прощаю тебе все, если ты внутренне содрогнешься от ужаса, до чего довелить грехи твои. Бог висит распятым на кресте. То есть он явил свою любовь к нам. Справедливость требует, чтобы мы эту любовь приняли и оценили. Если мы эту любовь не примем и не оценим, то наши грехи вырастают как бы в бесконечность. Само неприятие, игнорирование, презрение к любви Божьей, оно становится для нас единственным грехом. Все остальное по сравнению с этим не имеет никакого значения. Главное то, что мы прошли мимо Христа. Поэтому апостол Павел и завершает послание к Коринфянам, кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет проклятым. Потому что ничего, никакой надежды нет. Не в грехах дело. Все грехи ничто перед тем, что Бог по любви каждому из нас висит на кресте, терпит эти страшные муки, страдания. Ни за что, только для того, чтобы явить нам свою любовь, очистить мои лично грехи, обнять лично меня, каждого. А мы это игнорируем. Это презрение к распятой любви Божьей является грехом, перед лицом которого все остальное просто пушинка. Это песочек по сравнению с горой. И поэтому, с одной стороны, распятый Христос, который есть оправдание наше, он легко может закрыть все наши грехи. А с другой стороны, этот же распятый Христос может своим присутствием в нашей жизни сделать нас бесконечно более виноватыми и осужденными и мертвыми, чем мы были до того, как он повис на кресте. И вот эта мысль, то есть понимаете, а получается, что правда человеческая и правда Божья, она не совпадает. Правда человеческая говорит, согрешил, покайся, принеси соразмерное покаяние. То есть там совершил аборт, усынови брошенного ребенка, совершил убийство, кому-то отдай свою жизнь. Вот такие вот вещи, простые и справедливые понятия. И мы по-прежнему пребываем в этой человеческой правде. А правда Божья говорит, нет, ничего делать не надо. Ты только преклони колени перед распятым Христом. Он и есть твоя, отныне твоя правда, твое оправдание. Поверив в него, ты делаешься праведным. Это и есть правда. Когда ты принял распятого Христа, ты не прошел мимо любви, значит ты и соблюл правду. Это и есть правда. И поэтому вот важно понимать, когда мы говорим, то есть слышим слова о том, что блаженны алчащие правды, мы предполагаем себе, что речь идет о справедливости. И мы начинаем требовать, чтобы все люди были справедливы. Это хорошо. Это в определенном смысле хорошо. Но мы не замечаем, что очень часто наши требования справедливости, они входят в противоречие с божественной правдой. И мы становимся, раз мы нарушаем Божью правду, мы становимся грешниками перед лицом Богом, хотя всю жизнь не боролись за справедливость. И тогда вот грешниками и грешниками. То есть мы вроде бы боролись за справедливость, а стали грешниками, нарушили Божью правду. И поэтому важно найти тот способ, принять тот способ, который установлен Богом в отношении соблюдения норм справедливости и всегда эти нормы справедливости соотносить с божественной правдой. Это не так просто, особенно в наше время, когда эти две правды, они разделены. Скажем, в Ветхом Завете все это было едино, потому что, скажем, внимание к инвалиду или послушание власти, или наказание вора, все это было продиктовано законом Божьим, и все это было прописано, и было божественной правдой, и в том отношении, чтобы наказать виновного, и в том отношении, чтобы почитать Бог. Вот сейчас это все разорвано, и нам очень трудно это все собрать вместе. Для того и нужно поучаться в Священном Писании, чтобы действительно нам вместить всю правду и в отношении правды человеческой справедливости, и в отношении к той правде, которая на самом деле требует от нас Бог в отношениях к Нему, и в первую очередь в отношении к распятому Христу. То есть мы как бы видим три уровня правды. Это человеческая справедливость, выше его то представление о правде, которому нас приобщает Господь через то, что мы называем закон, и высшая правда, которая явилась в распятом Христе, приходя к которому мы оправдываемся, какие бы неправды мы не сделали. Мы становимся праведными, приобщаясь к Иисусу Христу. Но приобщаясь к Иисусу Христу, склоняясь перед Ним, мы получаем закон, новый закон, мы получаем Духа Святаго внутрь себя, и нормы правды, как говорит апостол, прописаны уже у нас не на каменных досках, не на книжных страницах, они прописаны на плотяных скрижалях сердца. То есть тот, кто является источником всякой правды, он находится внутри нас. Он сам Бог, вселяется внутрь нашего сердца, и там учит нас подлинной правды, которая никогда не ниже справедливости. Но при этом это особая правда, например, в том, чтобы почитать Христа больше, чем родители, и почитать родителей. Вот обычный дискурс человеческого разума, совместить этого, ввести этого едино не может. Как почитать родителей и почитать Христа больше, чем родителей. А когда внутрь человека вселяется тот, кто дал этот закон, никакого противоречия нет. Во Христе все становится ясным, понятным, праведным, потому что сама правда исходит уже из сердца человеческого. Она не разделяется уже на справедливость человеческую или правду Божью. Она просто является... Человек знает своим сердцем, что есть воля Божья. Воля Божья. И он учится, побуждается ее исполнять. Об этом мы всегда говорим в молитве. Отче наш, да будет воля твоя, досветится имя твое. Это все молитва о том, чтобы мне поступать всегда по правде твоей. То есть всегда творить твою волю, это и будет истинная правда. Мы и будем тогда праведными, поступая по воле твоей. Ну вот, собственно, и все. То есть слова блаженные алчущие и жаждущие правды, по сути дела, есть обращение к тому, чтобы мы всегда исполняли и жаждали исполнения на земле воли Божьей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Продолжение следует...